приветствую вас на канале профи давно собирался снять для вас видео по сборке моноблока но все руки не доходили начать и вот все таки нашел время на это итак сегодня будем собирать моноблок из старого ноутбука от производителя hp модель probook 4515s у него нет матрицы клавиатуры поломаны петли и отсутствует аккумулятор и родная зарядка качестве монитора взял не менее старый монитор lg на канале есть про него видео по восстановлению подсветки матрицы в общем ставьте лайки подписывайтесь жмите на колкал и мы начинаем для начала проверим что ноут живой включаем да картинка есть отлично снимаю заднюю крышку монитора и прикидываю как будет размещен ноутбук ноутбук шире и длиннее задней площадке крышки монитора так дисководом я не пользуюсь вообще можно от него избавиться и отрезать корпус ноутбука по длине и ширине крышки монитора справа стороны находится разъем питания дисковод и usb разъемы разберем и посмотрим детальнее что можно перенести и так дисковод уходит на полку разъем питания можно с легкостью перенести так как он на шлейфе также можно поступить с usb разъемами и самое интересное что разъем ethernet который находится в верхней части также на шлейфе как будто ноут уже был для этого подготовлен значит и верхнюю часть вместе с отсеком под аккумулятор можно спокойно резать отлично и так вот что получилось примеряем материнскую плату отсек под жесткий диск сохранен верхняя часть закрывается в качестве декоративной крышки использую крышку от матрицы размечаем и отрезаем лишнее крепится крышка будет при помощи магнитов примеряем корпус ноутбука крепится корпус будет на 4 винта фиксируем на двухсторонний скотч и сверлим отверстия отклеиваем корпус для крепления будем использовать корпусные гайки с обрезков корпуса впаиваем при помощи паяльника я для этого использую свой обычный паяльник прикручиваем на винты держится отлично снова устанавливаем материнку и на месте где был дисковод там разместим блок питания хотя как не размещай но сетевой провод будет выступать займемся сначала им для того чтобы он не занимал драгоценное место нужно снять изоляцию коннекторы достаточно туго входит в основание штекера это хорошо загибаем коннекторы и изолируем термоусадкой вот теперь штекер будет занимать минимум места а кабель выходного напряжения спаиваем со шлейфом питания блок питания использую от ноутбука асер он самый маленький из тех какие у меня были напряжение сила тока совпадает с питанием ноутбука разместить решил вертикально размечаем и вырезаем отверстие в корпусе ноутбука и крышки монитора насквозь примерил но по высоте все равно выступает верхняя крышка до конца не закрывается придется снимать корпус блока питания примеряем идеально теперь нужно как-то укоротить вга кабель чтобы можно было его уложить внутри они делать скрутки принял решение разобрать штекер отрезать лишнюю длину провода и по распиновки с интернета припаял каждый провод честно было не так легко как я думал но полтора часа терпение прямые руки сделали свое дело в качестве изоляции и корпуса штекера использовал термоклей примеряю как будет укладываться провод в крышке монитора нужно вырезать часть пластика под кабель вот теперь другое дело с кабелем разобрались переходим к питанию ноутбука приклеиваем блок на двухсторонний скотч пробуем снять крышку чтобы в случае поломки монитора можно было его разобрать хорошо чтобы не подключать еще один сетевой кабель запитываю блок питания от сетевого коннектора монитора штекер блока питания также заизолировал термоклеем провода просунул через отверстия которые уже были в плате питания монитора остается только припаять антенны wi-fi размещаю внутри крышки монитора приклеиваю на двухсторонний скотч кнопка питания кнопку взял обычную тактовую от неисправного роутера то что нужно с длинным толкателем размещу кнопку внизу под кнопкой включения монитора чтобы ее не было видно кнопку подключаю параллельно к заводской контакта на шлейфе можно вызвонить закрепил все также на термоклей чтобы кнопку можно было отключать использовал коннектор от системного блока и гребенку от ардуино итак по мелочам закрепил юсб разъема в правой части также приклеил bluetooth модуль также перенес ethernet коннектор приклеив на корпус ноутбука для юсб отпилил родную часть корпуса где они стояли также из остатков крышки матрицы сделал декоративные накладки и приклеил на корпус где его резал ну что собираем теперь уже моноблок магниты также приклеил на термоклей куда же без него а на крышку приклеил на термоклей металлические куски от того же корпуса держится крышка отлично можете оценить визуально составляющие не идеально конечно потому что есть зазоры вот кнопка включения в быстром доступе и ее не видно старался собрать так чтобы теперь уже моноблок можно было разобрать и собрать отверткой без паяльника и молотка и сделать быстрый доступ к материнской плате для замены жесткого диска оперативной памяти да и просто отследить индикацию работы для демонстрации установил windows на жесткий диск подключаем питание органы управления и включаем пока включается можно посмотреть индикацию блока питания питание материнской платы и индикация что материнская плата в настоящий момент активно проверяем что wi-fi работает есть и bluetooth отлично моноблок готов как обычно весь инструмент который я использовал будет в описании под этим видео ну что ж мне будет интересно почитать ваши комментарии по поводу данного видео ваши мысли и предложения что добавили бы а также интересна ваша оценка в виде лайка под этим видео подписка на канал и включите пожалуйста все уведомления участвуйте в наших розыгрышах всем желаю удачи прямых рук и до новых видео пока до новых видео